Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Гость в студии». С вами я, ее ведущая Светлана Карпухина. Сегодня мы познакомимся с президентом благотворительного фонда Ольгой Сладовниковой. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше настроение сегодня? Прекрасное настроение. На улице прекрасная погода. Хоть и лето подходит к концу, но, тем не менее, нас это не расстраивает, потому что впереди у нас много работы, много добрых дел, которые мы хотим совершить. И я очень рада, что пригласили меня сегодня на такую интересную беседу. Вы руководите фондом «Дари добро». И расскажите, с чего вообще началась ваш путь в благотворительности? Начнем с того, что это было достаточно давно, 14 лет назад. И я в фонде со дня его основания. Пришла я сюда простым помощником руководителя. На тот момент я закончила техникум и совершенно не понимала, кем я хочу стать. Родители со мной беседы на эту тему не вели. И в целом я не особо вообще, наверное, владела большим спектром профессий, которые представлены были. Ну и просто предложили, и я пошла. Потому что понимала, что мне надо работать. И в целом у меня была более глобальная цель. Я хотела получить высшее образование. И родители мне сказали, что я должна буду оплатить его сама. Поэтому работа для меня была необходимым источником ресурса. И вот придя в фонд, я совершенно не понимала, что это такое, что такое благотворительный фонд, как он работает. И всем своим друзьям даже говорила, что... Я немножко стеснялась своей работы и говорила им о том, что это временно, до тех пор, пока я не найду себе нормальную работу. И вот мы с ними когда встречаемся, иногда они любят надо мной подшучивать, что вот, видимо, Ольга до сих пор не нашла себе нормальную работу, продолжает работать в фонде. А почему все-таки остались? Что вас вот зацепило такого, что сейчас это ваша постоянная работа? Да я, наверное, могу сказать, что это было истинное мое желание, души моей. Потому что, когда я была совсем маленькая, я очень вдохновлялась примером своих родителей. Они у меня работали, вот папа у меня всю жизнь проработал пожарным, мама всю жизнь проработала фельдшером на скорой помощи. И они, когда уходили на сутки, возвращаясь с работы, рассказывали разные истории о том, как мама принимала роды в карете скорой помощи. Как папа кого-то вытащил из пожара, из пас. И эти истории настолько вдохновляли меня, тогда еще маленькую девочку, что родители мне казались какими-то супергероями. Хотя они, конечно, особого значения не придавали никогда своей работе и считали просто работой работой. И когда я их слушала, я обязательно для себя решила, что я тоже хочу помогать людям. Не знаю как, не знаю чем, но я тоже хотела, возвращаясь с работы домой, рассказывать своим детям о том, как сегодня прошел мой рабочий день, кому я помогла, у кого жизнь стала лучше после того, как я эту пользу принесла. И вот, наверное, просто интуитивно как-то вот проведение меня привело сюда. Поэтому пришла случайно, но не случайно. Кому сейчас помогает фонд, чем вообще занимается, какие проекты актуальны у вас? У нас сейчас достаточно много проектов. Расскажу, наверное, про самые основные. Один из таких масштабных проектов, и я его для себя, ну как отмечаю, таким фундаментальным в плане развития нашей области, это проект развития территории. Проект уже идет у нас более пяти лет. Есть у нас партнеры стабильные на этот партнер, компания «Роснефть», которые ежегодно выделяют определенное количество средств для того, чтобы мы облагораживали какие-то места в нашей области, ремонтировали детские сады, школы, возводили храмы. То есть проект, который, как я считаю, останется еще долго-долго после нас. И вот за это время мы успели восстановить, отстроить более 80 зданий. И вот в этом году у нас на проект выделено 16 миллионов. И в целом, я думаю, что они будут у нас распределены между храмами. Вот один храм у нас в Павловке, храм Воскресения Христова. Второй у нас храм в честь Александра Невского. И еще наш Спасово-Вознесенский кафедральный собор. Там такая идет масштабная реконструкция фасада. И мы принимаем там активную часть, направляем туда денежные средства. И вот в этом и есть наш вклад в этом году как раз в развитие нашего города, нашей территории. И я искренне считаю, что такие проекты инфраструктурные, они необходимы. Потому что даже те самые дома культуры в отдаленных поселках, которые мы восстановили, они сейчас живут, люди приходят туда с удовольствием, и жизнь в поселке становится другой. Я вижу, что это не молниен, но не мгновенный результат какой-то получается у нас от этого проекта. Он на перспективу долгосрочный. Иногда мы берем помещение и растягиваем его ремонт на несколько лет. Ну потому что он, например, очень емкий по финансам. Но тем не менее, когда мы видим результат, и мы всегда еще делаем для себя, но и для отчета фотографии до и после, мы, конечно, вернем, как сильно преображается пространство и, конечно же, как сильно преображается досуг людей. И для нас это очень важно. Еще я знаю, вы помогаете детям и в зону СВО тоже регулярно отправляете гуманитарную помощь. Еще об этом немножко тоже расскажите, пожалуйста. Каким детям помогаете и какой гуманитарный груз отправляете? Как часто? Ну, начнем тогда с наших ребят военнослужащих. Стали мы... Для нас этот проект был неожиданный. Мы к нему не готовились, как и, наверное, к пандемии, когда она наступила. Ну, вот неожиданно произошло. К нам обратился губернатор с просьбой стать партнерами в этом направлении, чтобы мы совместно с нашим правительством, ребятам, которые были мобилизованы с территории Ульяновской области, помогали. И вот уже больше года мы эту деятельность ведем. Она у нас не прекращается, мне кажется, не на день, потому что... Если изначально помощь была направлена на вынужденных переселенцев, которые приезжали к нам, потом мы уже помогали активно нашим ребятам из 31-й бригады, которые самые первые отправились в зону СВО, а потом уже, конечно, мы переключились на наших мобилизованных и добровольцев. И сейчас мы тоже активно сотрудничаем с нашим военкоматом. Мы оперативно, так как добровольческие объединения растут, и ребят отправляют достаточно часто, и мы их оперативно, скажем, обеспечиваем вот этими необходимыми комплектами военнослужащих, которые они берут с собой, у них есть все необходимое для того, чтобы начать свою военную деятельность. А все остальное им уже предоставляет Министерство обороны. Также у нас работает более 700 добровольцев, которые день и ночь плетут маскировочные сети. И им огромное спасибо, потому что, ну, действительно, это такой труд, это такой кропотливый труд. Я знаю, что многие бабушки, когда плетут сеть, они читают молитвы, они желают нашим ребятам вернуться живыми, здоровыми, чтобы все у них было хорошо. И эта сеть приобретает не просто вот защитную функцию, как будто бы, ну, как покрывало какое-то, а как будто вот эта вот теплота душевная от людей, она переходит к нашим ребятам, и они это чувствуют, я уверена в этом. И вот мы за этот период передали более 8 квадратных километров маскировочной сети. Это огромное полотно, я даже не знаю, какой территорией можно накрыть этим количеством, и работа продолжается. Я надеюсь, что не иссякнут желания и силы в наших добровольцев. Я надеюсь, что их будет становиться больше. Ну, а детская тема, она всегда для фонда была, ну, такое, скажем так, красной нитью, тянулась с самого дня основания и до сегодняшнего момента. Мы с детьми всегда взаимодействовали в разных форматах. Сначала мы особое внимание уделяли ребятам из детских домов. Мы с ними, ну, их готовили к будущему, готовили к самостоятельной жизни. Проводили им социальные ЕГЭ, у нас был проект Ступеньки. Потом у нас деятельность перетекла уже на деток с тяжелыми заболеваниями, и мы помогали вместе с родителями ребятам выздоравливать. Кого-то отправляли в заграничные клиники, кого-то удавалось вылечить силами наших специалистов и врачей, но кому-то приходилось заказывать лекарства зарубежные, которые, например, нет аналогов в России. Такое тоже бывает, а случаи зачастую бывают очень редкими. И таким ребятам мы тоже продолжаем помогать. И сейчас для себя такое совсем новое направление мы взяли — это поддержка родителей с недомашними детьми. Мы на протяжении, наверное, полугода тесно работаем сейчас с перинатальным центром «Мама», с детской областной больницей. Мы вот уже вывозили врачей, которые непосредственно работают с детками, которых мы ласково называем «торопышки». Мы их вывозили в Морозовскую больницу в Москву, где они проходили стажировку у врачей, которые ведут эту деятельность достаточно давно. И, на мой взгляд, их подход очень гуманный, и он про здоровье, про целостность в семье. И они были вдохновлены тем примером, который им коллеги показали. И сказали, что да, мы готовы внедрять это и в наших стенах. И вот сейчас мы разработали программное обеспечение для того, чтобы на квезах, где как раз детки проходят эту стадию донашивания, восстанавливаются, были установлены камеры видеонаблюдения, чтобы круглосуточно родители, если у них нет возможности находиться рядом с малышом, они могли его видеть, потому что, несмотря на то, что, ну, вроде как бы экран на экран, бездушная там машина какая-то, телефон, но это же так важно, потому что в этот момент мама или папа, они же посылают любовь своему ребенку, там, не знаю, слова поддержки, просто смотрят на него влюбленными глазами и успокаиваются. Успокаиваются, что с ним все хорошо. Не надо звонить в больницу, не надо отвлекать врачей от их работы, не надо просто сидеть и лезть на стенку от того, что ты не понимаешь, что происходит. И на этом мы тоже решили проект не останавливать его, расширить и сделать еще такую видеошколу для родителей, у которых вот дети-торопышки. И мы собрали специалистов, ну, таких высокого класса, не только из нашего региона, но и за пределами Ульяновской области, которые будут рассказывать родителям о том, как правильно ухаживать за малышом, как восстанавливать грудное вскармливание, потому что это очень важно для таких детей, как не упустить важные моменты первого года жизни для того, чтобы потом избежать каких-то сложных заболеваний. И в целом даже у нас большой блок будет посвящен психологу, который будет родителей, во-первых, успокаивать мам, чтобы у них не было вот этого чувства вины за то, что так произошло, чтобы у них не было внутреннего решения, что там, ну, больше не буду иметь детей, там, или еще что-то. Ну, то есть, чтобы снять вот эти психологические проблемы, которые естественным образом возникают в семье, ну, когда вот происходит какая-то непредвиденная ситуация, в первую очередь мы кого виним? Себя, себя, врачей, еще кого-нибудь. Но мы хотим немножко поменять их угол зрения с того, что это не проблема, это просто ситуация, с которой тоже можно работать, жить, и она подлежит восстановлению. И в целом психолог будет говорить о том, что любить своего ребенка нужно здесь и сейчас, а не когда, например, он достигнет какой-то условной нормы, что именно здесь сейчас вы должны там видеть в нем полноценного члена нашего общества, нашей семьи, и только тогда у него будет импульс для более быстрого выздоровления, и, ну, и в целом дальнейшая жизнь его может сложиться совсем иначе. И мы верим, что этот проект, он поможет большому количеству мам справиться со своими проблемами, понять и принять ситуации, с которыми они столкнулись, и что детки будут у нас здоровыми. Тема детей, мне кажется, это одна из самых непростых. Иногда кому-то получается помочь, кому-то не получается помочь. Вот вы в своей практике уже такой довольно-таки длительный. Вот насколько это вот тяжело, когда не получается помочь? Расскажу один случай, который меня перестроил в этом вопросе. Я по своей натуре такой человек максималист. Мне всегда нужно делать хорошо, делать на 100%, чтобы был максимальный результат, не знаю, из апельсина выживать последние капли. И в работе я вела себя примерно так же. И каждый раз, когда что-то не удавалось, в какой-то момент я это, ну, конечно, воспринимала на свой личный счет, думала, что я где-то не дошла, не доделала, не досказала. Ну, то есть где-то я упустила какой-то момент. И был у нас случай, не буду сейчас говорить имя, фамилию, мальчик со сложным заболеванием. Весь город помогал ему, собирал ему помощь на лечение, достаточно дорогостоящий. Он длительное время проводил в заграничных клиниках. И когда... И одна компания тоже постоянно переводила большие суммы средств для того, чтобы ему непрерывно давалось то лечение, которое было назначено. И в один момент, спустя, наверное, год вот этой всей работы, мальчик умирает. И, конечно же, у меня была, наверное, как личная трагедия, что так произошло, что вроде мы так много сил приложили, столько людей желало ему здоровья, но мы не смогли этого сделать. И так вышло, что вот буквально, наверное, за пару дней до этого известия мы отправили в клинику большую сумму денег на следующие процедуры. И когда я встретилась с финансовым директором этой компании, который вот эти деньги перевел, и он мне говорит, ну, слышал, мальчик умер, я такой с болью говорю, да, у нас не получилось, мы не смогли. Он говорит, понятно. А вот мы же перевод делали недавно, ну, он же все равно умер, мы же можем деньги вернуть обратно. И на тот момент мне его слова казались такими циничными и такими ужасными, что я вот просто смотрела на нее и не понимала, думаю, как так? Как ты можешь говорить о теньках? Как, вот где у тебя сострадание? Где вот это вот все, весь спектр чувств, которые мы сейчас все испытываем? Это же человек. А потом, немножко отрезвев вот от этой своей грусти, печали, я поняла, что вообще любой человек имеет право на абсолютно любую реакцию, на любое проживание всех событий, на гнев, на радость, на равнодушие, да на что угодно. И это нормально. То есть любая реакция, она нормальная. И когда я это для себя осознала, я начала спокойнее относиться ко всему, что мы делаем. Я успокоила свое собственное, не знаю, подсознание о том, что я не спасу весь мир. Я не сделаю сто процентов из того, что мне дастся в руки. Что бывают ситуации, которые от меня не зависят. И как только я это для себя приняла, у нас работа стала идти, скажем так, спокойнее и эффективнее. Потому что мы перестали распыляться и пытаться помочь всем, а стали сконцентрированы передавать помощь именно туда, куда мы видим сейчас, она наиболее нужна, или где она получит большую эффективность. И когда ты отпускаешь вот эту роль, скажем так, Бога от себя, и ты говоришь, что ты просто человек, и кому-то я смогу помочь, это хорошо. Кому-то я помогу, но не смогу помочь, ну там, ну то есть это не поможет, и это хорошо. А кому-то мы даже не сможем, ну кого-то мы даже не сможем взять к себе, например, для сбора какого-то. И это тоже будет хорошо. Потому что, ну, у каждого из нас свой путь, и, возможно, кому-то свои испытания надо пройти в одиночку. А как вот проходит этот процесс, когда вы выбираете какого-то вот ребенка, или вообще вот сферу, в которой вы будете помогать? Это же, наверное, какая-то группа людей решает, выбирает, как это вот происходит. Ну да, у нас есть совет благотворителей, есть члены нашего фонда. По большому счету это все происходит либо очень спонтанно, ну то есть нам много, на самом деле, проектов предлагается для того, чтобы мы их либо поддержали, либо сами начали вести. Но не все проекты у нас получают отклик внутренний. Мы никогда не будем брать проект, который не трогает нашу душу. Нам очень важно заниматься этим делом, потому что мы искренне в это верим, потому что мы ощущаем вот эту нужность и важность, именно своего участия в нем. Поэтому зачастую мы кому-то отказываем. А вот, например, проект с недоношенными, мне просто сказали об этой идее, ну вот, скажем так, в дружеской беседе, что вот в Москве вот есть такая интересная схема с этими видеокамерами, так прикольно. И я ее сразу зацепила, и мы с командой уже из проекта, ну там сделали такую более комплексную программу. И нас это всех зажгло, потому что, ну вот, почему-то для нас это стало важным. А если конкретно брать какие-то частные случаи, то здесь вот, ну, наверное, в порядке очереди. Кто первый успел к нам обратиться, мы того берем. На кого уже, например, наших ресурсов недостаточно, ну, того мы просто отказываем. Давайте немножко поговорим о вашем приближающемся, так сказать, дне рождения фонда. Ему исполняется 14 лет, довольно-таки такая серьезная дата. Расскажите, какие планы на ближайший год, на ближайшее будущее, как планируется развитие фонда? Ведь в следующем году уже, получается, 15 лет будет. Это такой маленький юбилей. Да, к юбилею мы начали готовиться уже сейчас. Я сама люблю писать. И за 14 лет у нас накопилось огромное количество историй, которые каким-то чудесным образом помогали, спасали, разочаровывали, ну, разные эмоции вызывали, и это разные судьбы. И многие из них у нас как-то зафиксированы. Но в целом мы хотели бы, чтобы эта, наверное, эта история фонда была сохранена. Поэтому я сейчас начала писать книгу к 15-летию фонда «Дари добро». Как раз я думаю, что за год я должна это успеть сделать. Где будет рассказано в целом вообще о таком феномене, как благотворительность, что это такое, почему люди хотят этим заниматься, почему нет, кто-то боится, а кто какие для себя видит, например, истинные позывы. И вся книга будет наполнена нашими историями, историями фонда, историями людей, которые приходили к нам. И вот такой вот, скажем так, подарок для фонда мы хотим сделать, чтобы в 15-летие мы уже были не просто фондом с большой историей, но и с фондом, у которого есть книга. Это всегда как будто бы даже придает статусы какого-то. Поэтому книгу уже я начала писать, и вот мои коллеги мне помогают в этом деле непростом. Редактор есть, который тоже помогает все это правильно изложить, грамотно, понятно, чтобы все было. Ну и в целом там ведем переговоры с издательствами, которые смогут взять на себя задачу по печати. Ну вот такой вот у нас есть пока что долгосрочный проект, который вроде как будто бы кажется в моменте никому не помогает здесь сейчас, но в целом это может стать импульсом для многих людей. Потому что ведь на самом деле вот этот созидательный потенциал и вот желание помогать, оно есть у всех людей. Уж, знаете, с какими людьми я за это время только не общалась. И вот, казалось бы, сидит напротив меня какой-нибудь криминальный авторитет. И вот он такой страшный человек, но такой вот сидишь и даже дрожит, идет по телу от того, что думаешь, господи, хоть бы все хорошо закончилось. Но он, когда, например, узнает о том, что у меня есть благотворительный фонд, мы ведем какие-то проекты уже много лет, он начинает вспоминать моменты, когда он кому-то помог. И в этот момент его лицо как будто бы светлеет, озаряется что ли. И я понимаю, что независимо от того, насколько мы в данной жизни какую-то роль занимаем и какую-то репутацию для каждого человека важно, кому-то помогать, и каждый человек запоминает эти моменты. И книга, возможно, даст людям большее понимание, как они могут применять свой вот этот вот позитивный потенциал, как они могут быть эффективными в плане помощи. Могут даже люди, у которых вот бывает такая ситуация, когда вот ты уже не веришь. Не веришь в людей, не веришь в то, что там у тебя что-то будет хорошо. И она может стать неким таким вот воплощением руки помощи, чтобы не дать человеку сдаться. Потому что когда человеку не даешь сдаться, он дальше все сам сделает. Ну просто этот маленький импульс ему надо придать, поверить в него и сказать, у тебя получится, ты не один. Если что, мы рядом. И тогда, конечно, осознание человека меняется. Я видела много примеров, когда это действительно происходило. Как начать помогать людям? И вот какая помощь нужна вам сейчас? Столько денежная или, может быть, какая-то волонтерская тоже? Расскажите, пожалуйста, немного людям, которые вот хотят как-то помочь, но не знают, как, куда обратиться, что сделать. У нас сейчас есть несколько вариантов. Ну вот самый такой прям ближайший проект к 1 сентября – это традиционная акция «Дети вместо цветов», когда мы берем наших ребят, которым требуется либо какое-то лечение, либо реабилитация. И классы вместо покупки букета от каждого ребенка берут один красивый букет для своего учителя, а оставшиеся деньги передают в фонд на помощь конкретному ребенку. Эта акция у нас запущена, и каждый год она с нарастанием у нас проходит. Дальше мы продолжаем также сбор гуманитарной помощи для наших бойцов. Это продукт питания длительного хранения, это какие-то средства личной гигиены, одежда, футболки, трусы, носки. То, что превращается в расходник достаточно часто, это тоже мы принимаем. Можно присоединиться к нашей армии паучков и помогать, сплести. У нас есть команда уже таких проверенных учителей, которые быстро, четко учат новеньких и забирают их к себе в семью. Можно помогать нам в нашем проекте с недоношенными детками, потому что волонтерская помощь там тоже очень нужна. И особенно, если вы, например, студент медфака, то это будет просто прекрасно, если мы с вами сработаемся. Это будет просто чудо. И, конечно же, финансовая помощь тоже требуется, потому что у нас всегда есть обращение. То есть никогда не бывает такого, чтобы мы сидели такие, «Пу-пу-пу-пу-пу-пу, кому бы помочь?» Нет, всегда, скажем так, обращение в избытке. Поэтому вы можете помогать своим личным каким-то умением, опытом. Вы учитель, не знаю, английского языка, или вы хореограф, или учитель музыки. Ну, то есть мы для вас подберем ребят, которым вы можете помогать, но вот у них нет возможности ходить на дополнительные занятия. Такое тоже бывает. Но это же не говорит о том, что, что ж теперь, не получилось, значит, у тебя ничего в этой жизни, малыш. Нет, мы ребятам стараемся давать возможность. Тем более вот мы скоро объявляем такой образовательный грант для ребят вместе с образовательным центром «Логос». И ребята, у которых есть мечта искренняя, которые светло верят и идут к ней, и, например, эта мечта связана с их дальнейшей профессией, то таких ребят мы будем отбирать и бесплатно им предоставлять репетиторов по основным экзаменам, которые им необходимы будут для поступления. Потому что я очень хочу, чтобы мечты сбывались, и чтобы люди верили в это, и никогда не говорили, что мечтать не вредно, и вот такие вот все вещи, чтобы искренне понимали, что все мечты сбываются. Ну, главное, как бы, что-то делать. Куда обратиться людям? Это какой-то сайт, может быть, социальные сети? Да, у нас есть сайт, вбиваете в поисковике фонд «Дарь добро Ульяновск», можно даже без Ульяновска, и там выходит наш сайт. В социальных сетях точно так же благотворительный фонд «Дарь добро», либо наш телефон, он очень простой, 727-728, в рабочие дни звоните, нужна помощь, или вы хотите оказать помощь, или вы просто вот не знаете, чего хотите, мы и с вами пообщаемся, и попытаемся вас в какое-то там нужное русло привести. Мы всегда открыты, мы открыты и к знакомствам, и часто к нам люди приходят просто вообще посмотреть, кто это, а что это за фонд, действительно ли он существует. Многие приходят с целью проверки, посмотреть какие-то документы, и мы также не препятствуем никогда этому. Ну, то есть понятно, что мы ни для кого не готовим отдельные отчеты. Мы говорим, друзья, очень рады будем вас увидеть, познакомиться, приходите к нам, мы вам все покажем. Люди приходят, успокаиваются, смотрят, ну, то есть у них вот эти сомнения уходят, и уровень доверия повышается. Для нас это, конечно, дополнительно вот свои какие-то дела мы откладываем на этот момент, но мы понимаем, что это очень важно. Очень важно людям давать обратную связь, очень важно людям говорить о том, что вот мы есть, мы настоящие, у нас деятельность ведется чисто прозрачно, и мы ничего не скрываем. И когда участились случаи мошенничества, и вот в это лето почему-то оно было такое достаточно активное, много было вот таких противоречий, и мне говорили о том, что надо выходить в СМИ, говорить вот мошенники, мошенники, мошенники. А я вообще считаю, что не стоит людям лишний раз говорить о том, что тут мошенники, там мошенники, потому что они в целом не будут же разбираться, и они просто могут поставить крест даже на добросовестных организациях, которые искренне и честно помогают. Но они просто для себя окраску сделают, что а, это все мошенники. И поэтому я говорю, что мы лучше будем идти чуть-чуть другим путем, будем говорить о нашей деятельности. Мы не будем говорить про кого-то, что кто-то делает что-то неправильно. Мы будем говорить, а вот мы делаем вот так. Если вы хотите с нами, то мы будем очень рады. Спасибо большое, Ольга, за такой интересный разговор. Я надеюсь, что ваш фонд будет развиваться, вы будете помогать сотням, тысячам детей, людей, организациям, и дальше нести добро людям. Спасибо большое, что были с нами. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...